Всем доброе утро, я продолжаю снимать свои влоги, пока Сара находится в летнем лагере, я в принципе бездействую дома, ну как сказать бездействую, я убираюсь, я готовлю кушать, отвечаю на ваши комментарии, пролистываю ленту, смотрю, кто какие видео снимает, снимаю сама видео, редактирую видео, изучаю крестности, английский, чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть английский изучаю, пока у меня нет мотивации, но я хочу записаться на курсы, здесь есть ELS, вроде так они называются, вообще как бы недорогие, за семестр 30 долларов, вы платите и уходите, но как мне сказали знакомые, там только по вечерам у них курсы, а по вечерам я не могу так, как Сара, дома мне удобно было бы днем, но я еще туда не ездила, обязательно съезжу, но пока мне лень, но как многие из вас заметили, я стала посещать тренажерный зал, я стала делать это чаще, и многие стали интересоваться, откуда берется мотивация, я вам сейчас расскажу, ну, во-первых, я похудела, похудела во время моих последних событий, конечно, когда мы нервничаем, мы худеем, кто-то наоборот полнеет, начинает много есть, но я вообще есть не хотела, ком не лез в горло, но сейчас я вновь стала много есть, думаю, что нужно ходить в спортзал, чтобы поддерживать фигуру в том состоянии, какой она сейчас является, но плюс ко всему мне нужно подтянуть свое тело, подтянуть попу, пресс и такое все, все сякое, я ни в коем случае не худею, я знаю, что кто-то из вас сейчас напишет, мне нужно худеть, ты так худая, у меня все окей, я не худею, я кушаю как кушаю, просто тогда я не кушала, потому что не было аппетита, сейчас я снова начала есть, и чтобы поддержать свою фигуру в форме, и вообще я хочу попу привести в тонус, все мышцы в тонус, я хожу практически каждый день в спортзал, пропускаю только субботу и воскресенье, потому что суббота и воскресенье Сара дома, я не хочу ее оставлять одну дома, я этого не делаю, с собой ее тоже нельзя брать в тренажерный зал, потому что там как бы запрещено, опасно, зачем детей брать в тренажерный зал, там нет специальной зоны для них, гантели, повсюду не надо, поэтому я хожу в будние дни, когда Сара в лагере, вот, и у меня как раз приехала моя форма, я заказывала форму на Lotus Leggings, я уже, кстати, не первый раз, помните, у меня такой вот красный есть костюм, топ и штаны, а это укороченные у меня черные штанишки и розовые, вот сейчас покажу, да, я сейчас как раз фотографировалась для Инстаграм, ой, на них, кстати, вот такие интересные сетки, собираюсь поехать в Social Security Administration для того, чтобы сделать Social Security Number для меня и для Сары, у нас будут отдельные номера для того, чтобы сделать медицинскую страховку, открыть штаб-банки, вообще всегда нужен здесь Social Security, по которому вас устроят здесь и на работу и так далее, и вообще вам нужен Social Security здесь, да. Там заполнила анкету, там были бланки распечатанные, можно было сделать это онлайн дома, если дома вы распечатаете, сразу же прийти, но, в принципе, времени это быстро не занимает, обязательно берите с собой ручку, потому что ручек там вообще нет, я уже читала где-то на форумах, что ручек нет. Все, отдала свои документы, копии, паспорт обязательно, анкета вот эта заполненная и третье, то, что у вас должно быть, это вот разрешение на работу, ну, в общем, всякие документы, собственно, у меня был application с подтверждением визы О1. Сегодня в Америке день независимости, 4 июля, день рождения Америки, все американцы гуляют, нас пригласила в гости Юля с Клеем, у них собирается там маленькая тусовка, и вечером мы идем смотреть салюты, хотя, я не знаю, льет дождь, начался вот сейчас в обед ливень, и надеюсь, что он не помешает нам смотреть салюты, мы хотели на пляже посмотреть салюты, не в донтаун ехать, а именно на пляже, в общем, я уже приготовила там кое-что принести покушать, каждый гость приносит готовое блюдо, очень, кстати, удобно, в Америке есть такое негласное правило, если вы собираете толпу людей, на вечеринку устраиваете, обычно гости приносят по блюду, каждый приносит что-то там одно, либо несколько блюд готовых, и получается полный стол еды, то есть хозяйка не должна целый день горбатиться на кухне, чтобы обслужить там 10-15 человека, то есть все гости, которые приходят, приносят с собой блюдо, очень удобно, я там тоже кое-что приготовила из закусок, поэтому мы идем в гости, не с пустыми руками, тут можно приносить подарки, но обычно приносят какую-то готовую еду. Я заранее приготовила свои гренки фирменные, у меня есть рецепт, кстати, на кулинарном канале, давно-давно снимала, палочка-выручалочка, гренки с чесночком, помидорки, там яичка, всегда готовлю их, когда в гости иду, в общем, всем нравятся закусочки такие. Так, мы вышли из дома, пошли на пляж смотреть салюты и купаться. Юля, что обычно делают американцы сегодня? Ну, во-первых, сегодня день независимости Америки, ставится большой праздник, все выходные, и в основном все встречаются дома, родственники, самые лучшие друзья, то есть встречаются в кругу близких и празднуют, едят разные хот-доги, сэндвичи, пиццу, то есть просто тусуются вместе. А потом ближе к вечеру на пляж смотреть салют, так что они везде на пляже, так же в центре города, нам пляж ближе, поэтому идем туда. Супер! Сейчас будем смотреть все вместе. Ура! Мы когда-то здесь отдыхали в отелях, очень давно. Когда мы еще друг друга особо не знали. Первая наша, ну, как сказать, встреча была, в принципе, здесь, вторая встреча. Да, я потом у тебя спросила, где вы останавливаетесь, когда мне говоришь, название от отеля, я говорю, он через дорогу от моего дома, и мы в тот вечер встретимся. Да, на пляже очень здорово. Судьба! Смотрите, сколько людей сегодня, потому что, конечно, 4 июля, праздник, все выехали на пляж, ну, очень. Для вашего пляжа, Юля, это, конечно, удивительно. Самый busy день в году. Да, обычно тут очень тихо. Так и не найдешь, а что будет, когда будет fireworks, ты увидишь, это будет мой первый. Первый салют, да. Будет страшное дело, что происходит. Ну, первый был на Новый год, кстати, вот, когда мы вместе с вами отмечали, в центре города, а вот на пляже никогда не видела салют. Мне кажется, очень интересно будет. Закат просто волшебный сегодня. Очень красивый. Как будто мы его заказывали. По заказу. Мы вам сейчас покажем. На нас движется огромная туча, и мы боимся. О, салюты начинаются. Happy Independent Day! Боже, они... Я тебя предупреждала. Они повсюду. Они вокруг нас. Ужасно. Люди запускают. Опасно? Все, мы убегаем домой, потому что ливень начинается. Мы попали под дождь. Все-таки, как и предполагалось. У меня вся косметика потекла. Пойдемте. Та-дам! В общем, новый кафт. Все потекло, все стрелки. Задынула в почтовый ящик, и там лежал конверт, в котором лежал social security number. Я его получила. Изготавливали примерно неделю, грубо говоря. Хотя давали две недели срок. Раньше привезли. После лагеря заехали с Сарой в Гудвилл. Здесь бывают скидки. И что вы думаете? Мы набрали полную корзину игрушек для Сары и разных принадлежностей. Я дома покажу, что мы тут купили. Так, ну вот мы в Гудвилле купили телескоп за 4 доллара. Новые вообще. Гудвилл это магазин, который принимает пожертвования. То есть они принимают этот товар бесплатно от американцев, а потом продают его за копейки. Давай. В общем, сейчас мы его установим. Давай. Звезд, потому что нет, небо затянуто тучами. Ты не увидишь сейчас. Еще мы купили Саре постельный комплект, одеяло и наволочки на подушечке вот такие цветные. Это у нас на пляж. Корзинка удобная. Можно сразу, знаете, промывать под водой. И песок высыпается из нее, не копится. Так, вот этот домик мы купили. Тут хомяк будет играть. И Сара с хомяком. Затем термо-холодильник для ланчбокса. Шопкинс. Школу можно давать Саре ланч. Я иногда ей даю, она просит. Совсем новый. Мы купили его за 4 доллара. И мы поедем завтра на пляж. Взяли надувной матрас и надувной носки и надувной круг. Такой вот, да. Всем доброе утро. Мы ждем гостей. К нам сегодня приедут ребята из Орландо. Мы были у них когда-то в гостях. Может быть, вы помните, я снимала видео. Они нас приглашали в Орландо к себе домой. В этот раз мы решили пригласить их. И поехать вместе сейчас на пляж, на ханимун. Провести целый день на пляже. И потом отправиться на ужин к нам домой. Я буду готовить пасту с морепродуктами. И, в общем, веселиться. Пляжи мы уже готовы. Кулер наполнила. Снеками. Тут еда у Сары. Специальная. Детская. Фрукты, снеки, лед. Ну и так по мелочи. Еще заедем в супермаркет. Суши, может быть, возьмем с собой. Мы уже все в соленой воде. Без макияжа, но очень приятная вода. Теплая. И нам очень хорошо. Ура! Приезжайте в округ. Да. Ребята. Или не надо? Не надо. Не приезжайте. Надо. Так, Полина приехала с подарками. Говорит, что много кремов не бывает. Поэтому привезла набор для тела. Классный, со свечкой. И подарила Полина мне любимую расческу. Я вам ее, кстати, показывала в видео. У меня такая розовая. Теперь у меня будет полосатая новая. Классная. И Полина тоже, кстати, очень любит. Она хорошо прочесывает волосы. Здесь еще бантик для волос. Сейчас Полину я не снимала с мужем и с их собакой Джерри. Потому что, уважая мнение других людей, если кто-то не хочет сниматься, то, конечно, я не лезу с камерой в лицо. Я всегда снимаю только по согласию человека. Если да, то да. Нет, так нет вообще никаких проблем. Вот. Мы очень классно провели время. Они уже уехали домой. Было очень весело. А вообще я вам показывала уже в своем инстаграме, что у Urban Decay вышли две палетки недавно. И они у меня есть. Это маленькая Naked Heat, Petite и вот такая палетка с зеркалом. Сейчас я вам ее покажу. В таких розово-персиковых оттенках. Смотрите, что здесь есть. Здесь есть съемное зеркало. Вот так оно снимается. Но можно его, в принципе, вставить, и оно никуда не денется. Тут магнит есть. Вот. И складывается палетка очень легко. Прикольный дизайн. Румяна. И хайлайтер. Персиковый и розовый оттенки. А также здесь вот, смотрите, тени такие. Вот коричнево-розовый, персиковый. Нравятся мне. Очень красивые оттеночки. Вот так выглядят румяна. Я уже сделала свотчи. Два хайлайтера. И сейчас посвотчим немножко для вас. Сами тени. Тени очень пигментированные. Ну, как и у Urban Decay. Всегда. Вот. Есть и матовые, есть с шиммером. В этой палетке уже другие немножко оттенки. Тоже теплые. Коричневые, рыжие, оранжевые. Огненная палетка. Вы сейчас будете надо мной смеяться. Я думала, что не захочу ничего покупать из русского магазина. Здесь в Америке очень много русских магазинов, где русские товары. Не только русские, есть украинские. И вообще вот это все украинское. Я смотрю. Потому что, смотрите, ванильный украинский язык сушки. Потом пряники с медом. Это тоже украинский. И гречневая крупа. Да, Россия. Большинство. Гречневая крупа здесь есть в Америке. Но она зеленая. В основном везде нет такой поджаристой. Я зеленую тоже ем. Очень часто. По утрам особенно. Но захотелось именно нашей. Да. Мне захотелось. Это вот все, что я, в принципе, выбрала. Молочную продукцию мы не едим. Ну, в плане кефира, молока, йогуртов. Мы этого не едим. Не знаю. Мы, может быть, сыр едим. Да, иногда. Вот у меня сыр есть. Но он мексиканский, не русский. Нельзя на еду хомика. И самое главное вообще, то, что я очень-очень хотела, это бородинский хлеб. Да. Настоящий. Мы с Сарой не выдержали. Прямо в машине начали его лопать. Ну, вот, накусали. Даже Сара сейчас хочет. Сара, ну, нужно уже отрезать. Мы дома. Мы ехали. Этот запах. И он действительно такой наш вкусный. Вот почему, почему. Ну, вот, по хлебу я очень скучаю. Именно по такому черному, как у нас говорят. Все вкусно. Да, вот я буду брать, скорее всего, в русских магазинах. Вот крупы какие-то. Гречневую крупу и хлеб. Это самое главное. Там сушки. Это так, как снеки. Колбасу я не ем. Там селедка. Такое. Не фанатею от этого. Может быть, когда-нибудь захочу. Селедку под шубой. Там еще селедка есть. Там сушеная рыбка есть. Ну, прикольно. Иногда можно сходить для разнообразия.